Ряд иностранных фирм заявили об уходе с российского рынка, либо о приостановке работы. Терпит потери отечественный бизнес, который производил продукцию с помощью завезенных из-за границы технологий. Перейти на китайский аналог. Все чаще звучит такой вариант исхода событий. Сможет ли КНР в полной мере заполнить рынки, узнаем у эксперта в студии Екатерина Филимонова, руководитель Центра международного сотрудничества экономического факультета Пермского классического университета. Екатерина, здравствуйте. Спасибо, что нашли время пообщаться с нами. Если проанализировать, какие заявления делали руководители нашего региона, которые менялись, что Китай – это особый партнер. Вот действительно ли это так? Какие у нас взаимоотношения с Народной Республикой? На самом деле мы все считаем, что Китай был и остается нашим основным партнером. И в текущих обстановках и реалиях он будет еще более наращивать свои позиции. С точки зрения вообще текущей ситуации нашего взаимосотрудничества со страной Азиатской КНР, у нас все-таки достаточно тесное отношение в ряде конкретных продуктов. То есть на данный момент основной, наверное, спектр услуг и экспортных товаров, конкретно которые уходят в КНР, это все-таки удобрения, химическая продукция, бумага, связанная с тем, что у нас огромные большие компании на территории Пермского края находятся. Однако мы все больше развиваем именно сотрудничество с Китаем, так как мы заключаем соглашения с российскими торговыми компаниями, которые представляют и будут дальше представлять наши интересы, интересы наших предпринимателей именно в КНР. К тому же у нас с 2020 года вообще Россия впервые вышла на рынок Китая с пищевой продукцией, например, мясо, молоко и так далее. А как мы все знаем, в Пермском крае достаточно большое количество предприятий, которые могут также участвовать и наращивать эти объемы, что как раз и сплотит эти две страны. Сейчас есть уже определенные механизмы в эту сторону? Ну смотрите, российский экспортный центр вообще открыл национальный магазин Тимол на территории Китая. То есть компания может свою продукцию выставлять непосредственно на территории Китая. И для субъектов малого предпринимательства это полностью софинансируемая услуга. Если крупная компания хочет выйти, она также это может сделать путем подачи заявки. То есть сейчас настолько сильно упрощается процедура именно взаимодействия и направление на азиатскую работу с Азией, что, мне кажется, благоволит все для начала, если кто-то не начинал, и для продолжения более плотного, чтобы продолжать, так скажем. Много желающих, особенно заизвестно. На самом деле Министерство экономического развития Пермского края, Центром поддержки экспорта Пермского края совместно проводило ряд информационных мероприятий и вебинаров именно на поддержку и поиска поставщика, то есть импорт, и отправку, отгрузку, то есть экспорт. И количество участников было, ну, компаний более двух сотен точно. В целом постоянно поступают запросы, постоянно есть вопросы, идет массовая переориентация, и это очень потенциальное направление для развития компании. Ну, то есть между Прикамьем и Китаем сложилось такое вот продуктивное сотрудничество в сфере внешней торговли, что представляет собой собственный импорт? В основном это все-таки оборудование, это запчасти, машины, транспорт. Частично сейчас есть текстиль, например, он тоже среди всех остальных стран, которые импортируют к нам в край, является одним из основных. Я думаю, что они будут только наращивать эти позиции в этой сфере, но так как сейчас цепочка логистическая и в целом цепочка импорта достаточно сильно пострадала в связи с санкциями и текущих реалиях, конечно, Китай будет наращивать обороты и пытаться заменить то, что мы закупали в других странах, своей продукцией. То есть на данный момент ожидается, что как минимум большие какие-то станки, оборудование именно высокого класса будет уже идти из Китая. Ну вот недавно была новость, что касается лифтов. Это сейчас европейские были они, и сейчас необходимо находить по азиатским направлениям аналоги. Вот какие сейчас отрасли, вот вы уже здесь пару слов сказали, но какие все-таки отрасли действительно сделают большой рывок вперед, касается импорта? Потому что все чаще фигурирует такая фраза, что Китай – это дешевые аналоги. Согласны ли вы с данным утверждением? Ну, если честно, я не согласна на все 100%, потому что, как на любом другом рынке, есть дешевый сегмент рынка, который предлагает более дешевую продукцию, есть средний и высокий класс. И, конечно же, это зависит от целей предпринимателей, которые будут закупать продукт. Если они хотят низкое качество по низкой цене, конечно, это будет дешевый китайский аналог. А если все-таки это касается, как минимум, лифта и жизни человека, я думаю, что там в любом случае найдется аналог, и наши китайские партнеры в любом случае будут отвечать за качество, и это не будет являться признаком какой-то несоответствия к каким-то стандартам. Ну, вот какие на полках пермских магазинов пермяки увидят, ну, в магазинах в целом, китайские аналоги? Вот, к примеру, известно, что электроника, производители электроники, основные рынки сбыта, это вот как раз США, Европа и Россия далеко не на первом месте. Здесь будет ли какие-то переориентиры? Скорее всего будут, так как в любом случае любые санкции, ограничения и уход конкурентов с рынка означает, что конкуренты, возможно, придут и заполнят рынок, освободившийся. Соответственно, Китай этим будет явно заниматься, так как если в политическую сторону углубляться, то у них и США не очень хорошие отношения, поэтому они очень к нам предрасположены. И плюс у нас очень близко границы находятся, соответственно, для них это логистические затраты, снижение логистических затрат. Как показывает практика и сейчас на текущий момент тенденция, вся электроника в большинстве случаев, если она была представлена китайской именно в малом размере, она заполнит наши полки, как минимум потому, что она будет дешевле с учетом курса, с учетом логистики, с учетом всех ограничений, которые сейчас есть с европейских поставщиков американцев. Большое вам спасибо за ваше экспертное мнение. Я напомню, у нас в студии была Екатерина Филимонова, руководитель Центра международного сотрудничества экономического факультета Пермского классического университета. Мы говорили о том, как уход иностранной компании повлияет на торгово-экономические отношения Китая и Пермского края. Большое спасибо, Екатерина, за интересную беседу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова